Лариса Виноградова 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 Да, человек, я говорю, дотошный, скрупулезный, может быть, вредный немножечко. Можно я к вам подойду на секундочку? Нет, что вы хотите, скажите, зачем? Я хочу сказать вот это вот вещественное доказательство. Вам вещественное доказательство для осмотра. Да. Вам передаст судебный приз, не обязательно ко мне приходить. Что вы хотите там продемонстрировать? Действительно, судя по всяким там лейболочкам, действительно финской, действительно достаточно качественная, теплая достаточно. Но, в общем, меня заинтересовала несколько вот эта вот этикеточка. Видите, она яркая. Да, я вижу, яркая фиолетовая этикетка на финском языке. Да, на финском языке. По шведски могу, по-фински, извините, не могу читать. К сожалению, я ни по тому, ни по другому не могу. Но я, опять-таки, повторяю, что дотошный человек, я взяла словарик. Так. Вот. И немножко по пропастью, значит, перевела, насколько это было возможно. Ну, и судя по тому, что я немножечко владею терминологией, значит, есть такая ситуация. И что там, это этикетка по тому, как пользоваться? Ну, если даже такая этикетка есть, то тогда вообще-то должен продавец переводить ее на русский язык, как это положено. Ну, она, к сожалению, тоже финского не знает, и, в общем, наверное, комичная какая-то ситуация. Вот не освобождает продавца от ответственности давать инструкцию на русском языке. Ну, да, вам будет знать. Ну, что же там написано в этой инструкции? Значит, здесь написано. Внимание. Вот. Значит, человек уже, который несет эту курточку, уже привлекает внимание, ну, наверное, тех, кто знает этот язык. Этот человек, значит, нуждается в помощи, как бы. Он теряет ориентацию в пространстве. И этот человек – пациент психиатрического учреждения. Больница. Я же говорила про дар. Минуточку, да. И, значит, тот человек, который встретится на пути, к нему просьба помочь ему вернуться назад. И здесь указывается, может, внизу указываться номер и адрес этого учреждения. Вы знаете, это не... ну, как, это может быть и смешно, но дело в том, что у нас в психиатрии, ведь, сами понимаете, все вещи маркируются, ставятся штампы. То есть, если, предположим, человек на улице потеряется и в больничной отделке, то по штампу можно найти это учреждение. Вот, это и для психохрониках в интернатах тоже. Вот мы, например, рекомендуем... В Финляндии вот такая форма просто принята, да? Вы знаете, я не знаю этого, но факт, вот этого вот, это, я не знаю, обращение на лицо. Да, уши на лицевой стороне вообще куртки. Да, это видно, я не знаю, вот... То есть, чтобы каждый встречный видел и читал. Человек, который идет в таком пуховике, пациент в психиатрической больнице, просьба оказать ему содействие. Да, 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 я предполагаю, что вот этот пуховичок предназначен для какого-то психиатрического заведения, значит, и предназначен для... То есть, как спецодежда, так? Да, предназначен для прогулок, предположим, да, на территории, или по, там, от здания к зданию пройти. Ответчик, скажите, пожалуйста, на секунду, а у вас не магазин спецодежды случайно? Нет, нет, у нас фирменный магазин. Может быть, вы специализируетесь на продаже такой продукции? Нет, ваше честь, у нас фирменный магазин, я этого вообще не знала, я... Ну вот мы вот расшифровали вот эту вот фирменную этикетку, видите, что там написано? Да, я вижу, я администратор... Вот, кстати, почему все время закон, инструкции, различные приказы требуют, чтобы все надписи переводились на русский язык. Вы знаете, я администратор магазина. Это касается всех, администратор магазина. Что вы хотите сказать, что вы неуполномоченное лицо несете, правильно? Административное лицо. Но мы не переводили, конечно. Ну почему же вы не перевели? Может быть, если вы перевели, так вы эту партию бы обратно отправили нашим друзьям финнам? Ну, пусть наши... Мы этого не знали. Бывшие отсталые окраины Российской империи. А теперь прогрессивной стране, которая нам такие пуховики приводит. Но вещи у них красивые, качественные. Красивые вещи, особенно фиолетовая этикетка, которая всем рассказывает, что тот, кто носит пуховик, пациент клиники. Знаете, мы этого не знали. Мы мечтали. Ну, вы не знали, вы не знаете, да, что незнание не освобождает и так далее. Может, вы не хотели никого обманывать, но скрывать обман? Мы никого не обманываем. Это тоже обман. У нас покупают... Судо лезли обстановление решения. Это же надо. Прямо какой-то бред. Непонятно, кто где и за кого держит. То ли нас там за психов и продают их куртки, то ли мы здесь и с удовольствием покупаем псих-одежду. Лишний раз убеждаешься, насколько полезно знание иностранных языков. Далее в программе. По вине команды мы налетели на какие-то камни, вот, и чуть не утонули. Горе туристу, на отпуск которого выпадает полоса неудач. Отдыхая в Турции, гражданка потеряла последние нервы и чуть не лишилась жизни. По числу несчастья женщина побила все рекорды. Она хотела идти со мной переспать. Что? Ты себя в зеркало-то видел? Немало пришлось повидать на своем веку таксистам. Немало пришлось услышать и диспетчерам, обслуживающим таксопарки. Сегодня они расскажут об этом Павлу Астахову. Оставайтесь с нами. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Я не буду лишний раз напоминать о том, что продавец всегда несет ответственность за качество проданного товара. Даже в том случае, когда вы сами не знали, какие могут быть последствия от носки этого товара, из-за того, что вы не владеете финским языком, но прибегнуть к услугам переводчика, достаточно несложно в сегодняшнем мире, и тем более в нашем обществе. Вот видите, у нас свидетель пришел и самостоятельно принес финско-русский словарик и перевел эту надпись. Не доверять этому переводу у нас нет оснований. И в этой связи суд принимает решение, конечно же, полностью удовлетворить иск истиции. Вам возвращается пуховичок. Вы можете отдельно разбираться с вашим поставщиком, потому что я думаю, что это долгая история. И есть смысл выяснить, откуда такие пуховички приходят в нашу страну, поступают в розничную продажу. Есть смысл продолжить этот разбор полетов, но в индивидуальном порядке вам с вашими поставщиками. Что касается компенсации морального вреда, то действительно закон о защите прав потребителей говорит о том, что при компенсации материального вреда потребитель всегда имеет право получить компенсацию и морального вреда в этих отношениях. Она небольшая, всего-навсего 500 рублей, она вас не разорит, поэтому суд считает ее разумной и справедливой. Поэтому иск удовлетворен полностью. 3499 рублей в пользу истца. Я надеюсь, что мой пример научит многих покупателей смотреть, что они берут, и быть внимательнее. Мы постараемся больше не допускать таких конфликтов и не доводить до суда. И получается, мы должны знать даже иностранные языки, для того, чтобы знать и быть уверенным в том, что продукция у нас качественная и стильная, что нас ни в чем не обманывают. Продолжение следует...